Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал xget пришел вопрос. Мои родственники ведут греховный образ жизни. Можно ли мне с ними общаться? Не повредит ли это мне? Я только воцерковляюсь и боюсь впасть в такой же грех. Ответ на этот вопрос зависит от того, каков грех и каковы родственники. Если они христиане, если они воцерковленные, то это одно. А если они далекие от Христа люди, то это совершенно другое, даже если они крещеные. В первом послании Каримфина апостола Павла мы читаем знаменитые слова «Не обманывайтесь». Нельзя поддаваться этому обману. Худые сообщества развращают добрые нравы. Действительно, когда человек, пытающийся жить правильно, оказывается в компании людей, грешащих, то мало кто может устоять, особенно если он один. Вот эта внутренняя твердость, она есть далеко не у каждого из нас. Поэтому лучше убегать. Блажен муж, так начинается по-славянски Псалтирь, первый Псалом, и же не единосовет нечестивых. То есть блажен тот, кто не ходит туда, где совещаются, собираются нечестивые. Но большинство наших родственников крещены, чрезвычайно далеки от христианского образа жизни, поэтому мы их не можем считать людьми церковными, людьми по-настоящему христианами. Они не причащаются регулярно, они не молятся, они не читали Евангелие. И почему я об этом говорю? Потому что в том же послании Коринфянам, в пятой главе, у апостола Павла есть очень глубокая мысль. Он говорит, я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. То есть, не разделять трапезу, это есть не общаться. Сделали для себя, как мы сейчас говорим, человека нерукопожатным. Вот если человек декларирует себя, как христианина, ходит в храм, при этом, допустим, пребывает в блуде, пребывает в пьянстве, берет взятки, это лихаимец, или совершает какие-то еще параллельные обряды из других вер, которые никак не совместимы с христианством, или злоречивый, то есть, он зло осуждает других людей. Вот с таким человеком не общаться, потому что постепенно можно принять внутрь себя помысел о том, что вполне моя церковная жизнь совместима, ну вот этот же человек живет спокойно, вроде все нормально, совместима с тем, что он делает совершенно неприемлемые для христианина вещи. Потому что это опасно, это соблазн и для внешних, и для внутренних. Когда человек по внешнему своему исполнению церковный, а внутри он совершает тяжкие грехи, с таким человеком лучше не общаться. Но если это родственники ваши, то здесь, конечно, есть еще одна грань у этого вопроса. Может быть, вам Господь поручит их привести к покаянию. Вполне возможно, что именно через вас они узнают о Боге и рано или поздно отринут этот греховный образ жизни. Поэтому вы не разрываете отношения совсем. Вы, может быть, не ходите к ним, приглашаете их к себе. И когда они придут к вам, пусть они увидят, что вы перед трапезой, на которую вы их пригласили, молитесь. Что вы говорите о Боге, дайте им почитать Евангелие. И если есть хоть какая-то надежда, хоть какая-то часть их души, которая еще не сгорела, они еще не стали, как апостол Павел говорит, людьми с сожженной совестью окончательно, то тогда они, может быть, через какое-то время, время вашей горячей молитвы за них, вот это самое главное, они придут к вам и спросят, как нам жизнь исправить свою, как нам жить по-христиански. Ежели такой надежды сейчас, по крайней мере, нет, они убегут от вас, как черт от Ладана. Вот это все Евангелие, вот эти все иконы, это нам все не надо, скажут они. Нам это все мешает жить так, как мы хотим. Тогда ваша совесть будет чиста, сердце ваше будет болеть о родственниках, но вы не согрешите, просто продолжайте творить за них молитву. Может быть, через много-много лет эти люди, все-таки помня о том, что вы человек христианской веры и церковной жизни, они, когда придут в какой-то тупик своей жизни, они будут искать смысл и обратятся к вам. Поэтому покажите им, что вы христианин, что вы не согласны, не будете разделять с ними их грехи, предложите им путь христианина, и в зависимости от их реакции уже дальше действуйте. Но молитву не оставляйте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.